Следующий вопрос. Как мы говорили ранее в одном из вопросов, нельзя на территории Медины убивать животных на охоте, так или нет? Говорит, а если человек все-таки такое сделал, должен ли он принести искупительное действие? Относительно Мекки, что мы говорили? Должен ли человек принести искупительное действие? Говорили нет. Только если он в Ихраме убил животное, тогда приносит искупительное действие. Но если без Ихрама просто убил животное на территории Мекки, то он берет за это грех, но искупительное действие приносить не должен. Теперь такой же вопрос, только относительно Медины. И это мнение Ибн Абизиба, а также имама Шафия в старом его мнении, а также один из ребятов от имама Ахмада, а также мнение некоторых маликитов Ибн Аль-Мунзира и Ибн Хазма. Сказали, потому что ее запретность такая же, как запретность территории Мекки. Как это пришло в прошлых хадисах. Что пришло в прошлых хадисах? Что пророк сказал, я запретил Медину так же, как запретил Ибрагим Мекку. Значит, во-первых, прежде чем переводить эту последнюю фразу, разберемся. Те, которые придерживались второго мнения, сделали аналогию Медины на что? На Мекку. Так это является правильным или нет? Даже если мы скажем о правильности такой аналогии, то даже на искупление или на искупительное действие в Мекке нет на это довода. То есть ранее мы говорили, что даже за убийство животного в Мекке не приносится искупительное действие. Поэтому если даже мы проведем аналогию Медину на Мекке, получится, что в Медине тоже за убийство животного искупительное действие не приносится. Так или нет? Что касается, говорит имама Ахмада и Ашафии, то есть в одном из мнений от них, когда они придерживались второго мнения в этом вопросе, то есть о необходимости принесения искупительных действий, они сказали, что искупительное действие за убийство животного в Медине является что? Ахзу салабихи. Камас аяти. То есть отбор у этого человека всего того, что на нем. Как это придет далее? То есть далее у нас по книге придет указание на то, что если человек выкорчевал дерево из Медины, то его наказание за это какое? То, что с него необходимо снять то, что он на нем. То есть забрать его одежду, забрать его имущество, забрать его деньги и тому подобное. Тот, который видит, что он рубит дерево, может подойти и все это забрать. Пророк, салаллаху алисаляму, разрешил ему это. Это придет у нас в следующем вопросе. Так вот, имамы Ахмад и Шафиев указали, что то же самое нужно сделать относительно чего? Убитого животного в Медине. Салаб. Что такое салаб? Салаб это фраза, которая используется в главах о джихаде. То есть говорится, манкаталя атиилян, тот, который убил человека, то есть убил многобожника во время сражения, фалагу салабу, то он может забрать все, что на нем. То есть кому принадлежит имущество этого убитого, его оружие, его какие-то военные приспособления, его одежда военная и тому подобное. Тот, кто его убил, может все это себе забрать. Это называется как? Салаб. Салаб, то есть отбирание, отбор. Так вот, в одном из хадисов, как это придет в следующем вопросе, пришло то же самое относительно выкорчевывания дерева на территории Медины. Что пророк, салабу, разрешил тому, кто увидит такого человека, забрать у него то, что на нем. То есть из одежды и из того, что он имеет при себе. Говорит, но это придет далее. Значит, для чего здесь это приведено? Чтобы показать, что имам Ахмад и Шафиев, когда говорят, что за убийство животного на территории Медины есть искупительное действие, они не имеют в виду искупительное действие, как за убийство животного на территории, во время чего? Ихрама. Так или нет? Как принесение жертву животного, или кормление бедняков, или держание урозы. Не это имеет в виду имам Ахмад и Шафиев, а имеет в виду отбор того, что он о человеке. Говорит Устадалля ибн Хазм, и в довод за свое мнение, ибн Хазм привел слова Всевышнего, не убивайте животное, то есть дичь, в то время, как вы находитесь в Хурм. Сказал ибн Хазм, по слову Хурм подразумевается не только то, что он в Ихраме, а также то, что он не в Ихраме, но находится на запретной территории Мекки или Медины. Помните? Это разъяснение этого аята мы уже приводили ранее. Это разъяснение правильное или нет? Нет. Сказали то, что у анту Мхурм, а вы в Хурме имеется в виду вы в Ихраме, а не то, что вы на запретной территории. Культу говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, в этом вопросе правильным является мнение первое. Из-за тех доводов, которые мы приводили в этом вопросе, а также, когда разбирали этот вопрос относительно Мекки. Что касается аята у анту Мхурм, а вы хурм, то под этим аятом или под этими словами подразумевается, а вы в это время находитесь в Ихраме. Тогда вам запрещено убивать животное. Вот этот вопрос ясен или нет? Значит, окончательное мнение в этом вопросе какое? Если человек убил животное на территории Медины, то никаких искупительных действий он не приносит, кроме покаяния перед Всенышним Аллахом Субхануа Тааля. Далее, следующий вопрос.